Череда аварий в Подмосковье началась 4 января в Подольске, где трубы теплотрассы не выдержали 30-градусных морозов. Эти кадры подъезда в жилых домов в Сосульках обошли уже все соцсети. Сегодня к замерзающим городам вокруг Москвы добавились Химки, Красногорск, Звенигород, Солнечногорск. Там без отопления, горячей воды, а иногда и света остались не только обычные горожане, но и привилегированный пансионат для реабилитации участников так называемой СВО и целый командный пункт предупреждения о ракетном нападении. Подробнее далее в этом видео. Это губернатор всей Московской области Андрей Воробьев проводит в своем теплом кабинете образцово задушевную встречу с не сильно пострадавшими жителями, рассказывая о том, как власть героически преодолевает коммунальные трудности. А это комментарии под этим видео, не попавших на встречу с чиновником. Перечень криков о помощи буквально зашкаливает. Те, кто писать бесполезные тексты больше не захотел, вышли на улицу. Мы замерзаем. Жители выходят с пикетом, ждем дрова, потому что дома холодно, теплее даже на улице. Просьба администрации оттыкнется на нашу просьбу. ЕДС молчит. Администрации все равно. Этот костер горел в подмосковном Лыткарино. А это жители Воскресенска. Они от губернатора милостей ждать не стали, а обратились сразу к Путину. Обращаюсь к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. Но я буду говорить за свои четыре дома. Четыре дома, четырнадцати этажек. Мы мерзнем. Не то слово. Мы замерзаем. На данный момент у меня температура в комнате сейчас шесть градусов. Отдельная история с пансионатами для участников так называемой СВО. О том, что туда тоже докатилась волна аварийных отключений почти неделю назад, стала известна из комментариев горожан, а никак не от властей. Телеграм-канал «Можем объяснить» приводит слова одной возмущенной гражданки, которая утверждает, что в палатах плюс десять и волонтеры срочно ищут обогреватели для проходящих реабилитацию раненых бойцов. Проблемы с отоплением в Подмосковье начал испытывать и командный пункт предупреждения о ракетном нападении. Это все в том же Солнечногорске, где и злополучный пансионат. Вообще, по всему Подмосковью этих так называемых пунктов в виде подземных шахт нарыто немало. Часть из них давно заброшены, но некоторые работают. Точнее, конкретно сейчас замерзают. Но даже в этих условиях там все еще пытаются пугать ядерным пеплом весь мир. Называется «Истина непотертого зада». Есть такой термин «Истина непотертого зада». Чем грязнее ты живешь, вот так это было применялось к монахам, чем юродивее, чем немощнее был монах, тем считался он более святым, тем считалось, что он более такой непрозорливый, а освященный мудростью. И до сих пор же Российская Православная Церковь, она исповедует, это здесь вам плохо, а там будет вообще кайф, там будет супер-супер-супер. Не нужно здесь гнаться за деньгами, это говорит Российская Православная Церковь. При том, что патриарх пользуется самыми лучшими внедорожниками, автомобилями, яхтами, особняками. Все у него здорово, все в золоте, все в лепнине. Но простому народу вешают. Вот так вот и живут. Сейчас российская власть в авральном режиме ищет виноватых в этом коммунальном коллапсе. Уже задержан начальник котельной и гендиректор Климовского патронного завода. Внимание, за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Но так и хочется посоветовать поднадзорным органам Федерации не стрелочников выявлять, а задуматься о законах кармы. Вселенная есть чувство юмора, и местами она очень черная. Я думаю, что это именно тот самый вариант, о котором вы говорите. Черное чувство юмора, когда хотели заморозить Украину с 2005 года, когда угрожают странам Западной Европы. 22-й год, 23-й, что вы замерзнете. И вот это мерзнет-мерзнет волчий хвост. В итоге мерзнет Московская область. Даже не Сибирь. Вы сами выбирали свое место проживания, там мерзнете. И Московская область мерзнет буквально с города-сателлиты, замерзают. Даже Владимир Будин включился в этот забег и начинает тоже отдавать указания и брать на себя, нет, как он говорит, брать на контроль ситуацию. То есть ситуация, видно, вышла из полного контроля. Пока из всех видео, выложенных в открытый доступ, от обычных горожан ни разу не прозвучал, казалось бы, логичный вопрос к власти. А зачем вы тратите триллионы рублей на войну в другой стране, когда сами россияне при этом то яиц не доедают, то в 30-ти градусный мороз сидят без отопления и горячей воды? Может, лучше эти деньги отправить не на то, чтобы другим стало плохо, а чтобы самим стало хорошо? А что думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Донбасса, чтобы первыми узнавать о событиях на востоке Украины.